Ладно, у нас соперник посерьезнее в этом камбэке, и он играет солидные позиционные шарты, поэтому предлагаю F6. Давай. Короля на H8, Аладью на H7. Ну тут это обычная арахировка искусственная. А, под мат, ну окей. Профилактика. Побежали. Аладью на H7 будет хорошо смотреться, конечно. Хе-хе-хе. От H8, наверное. Ну, кстати, хороший кубик. Да ёпара, садах. Ну, теперь они просто вот... Не понимают. Ничего не понимают. Ну, ничего. Зато мы сильны по чёрным полям. Так всё, у него уже король прославлен полностью. Да, наш король, кстати, неплохо защищён. Всё, вскрываем центр и мотруем. Да. Так, это простая игра. Да, так говорил мой тренер. А ДД-шка, так оно и есть. Да. По-моему, получше у чёрных. Да, осталось вывести пару фигур. Ещё пару, но это как-то слишком много мы хотим. Так, что делать? Конь Е7 ет. Конь Е7 ет. Конь Е7. Блин, такая клетка. Ну, давай конь Е7 раз хочешь. А, вот этим конь. Потом ещё можно на Ж6 не бить, чтобы кашка защищалась. Не хочет соперник. А5 можно в атаку пойти. А если он сейчас возьмёт на Ф6, потом на Ж5 мы не получим мат? Мы коня бы видим. Да, но в атаку всё не получим, поэтому, видимо, надо принимать меры. Что ты так этих матов боишься? По-моему, я сделал всё намного хуже. На Ф5. Ну, а теперь ЕД. Ну, ЕД едится, да. На Ф6. Ну, ладно, ничего страшного. На Ф6. На Ф6 сыграем. Хотя бы на Ф6. Ну, позиция, конечно. Ну. Чуть-чуть не ясно. Да, всё-таки белок есть определённый шанс тут. Есть определённая компенсация? За лишнюю пешку. Так, что тут? Можно на А5 забрать где-то? Можно на А5 сыграть в атаку? А, размен ферзей, конечно. Да. Ну, побаловались и хватит. Надо серьёзно играть. Ну, на Шприма гораздо сильнее, висит на Душе. Я бы здесь конь Д4 пошёл. Ладно, ферзь на Д6. Суперно. Забирай. Где-нибудь. Где хочешь, там и забирай. Отлично. А теперь мы напали сразу на три фигуры. На ферзя, слона и коня. Я удивлён, что всего лишь на три, на самом деле. А, ещё на коня и в три. Согласен. На четыре. Неплох. Да. А сколько фигур нападают белые? Раз, два, три. Всего три, что ли? Как так? Что происходит вообще? Кого бьём? Слона. 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 На коне Ф6 на Ф4 надо. Да. Преимущество двух слонов, как обычно, решает. Исход. Да. Но у нас не хватает пешки. Да. Соберём на H5 где-нибудь или на Ф3. Как вообще оценят что-то позиции? Ну, у белых есть компенсация. Не, серьёзно. У белых лучше, насколько лучше. Серьёзно? Да. Сложно сказать? Ну, блин, ненамного. Блин, два слона. Я не знаю, как это усилять позицию. Ну, слона с четыре сейчас. Надя Е6. Сложно сказать? Не, ладно. Такой серьёзности не надо, я передумал. Сложно сказать. Ну, у белых есть. Лишняя песка есть лишняя песка. Но компенсация всё равно снизу. Где же 8? Ладно. Где же 8? Где они 8? Такая выход, но с другой стороны, что он хочет? Может, нас забрать на Е1, и после Е1 забрать на Е5? Ну, это видимо не рекомендуется. Почему? Потому что на ладе Е6 и как-то... И что? Не знаю. Я хочу Саанс 3 поставить и поиграть против короля. А, мат ставим? Окей. Ну, мат не ставим, но король-то в клетке вообще-то. Ну, ты понимает. Мы это тоже понимаем. А, наверное, хочешь чар дай. Ну, ладно, ничего страшного. Да, по ладе до 8 продолжили. Так, ну окей. Так, уже маты грозим какие-то у слона Е1. Слон Ф3 грозит нет сейчас. Пока ещё не грозит. Да, пока ещё не грозит. Да, в некоторых лицах можно уйти в разноцвет. Слон Ф5. Кстати. Точная идея. Слона Д6, правда, мат видимо будет. Так. Пора всё менять, в общем. Я лучше себя чувствую без материала. На доске вообще. Ну да. Кстати, в чёрных получше чуть-чуть. В чёрных чуть-чуть получше. Можно ещё слон Д1 сыграть ладью за пиксель. Можно хоть ладью за пиксель. Можно хоть ладью И1 сыграть, чисто разноцвет выиграть за счёт проходной. Ну да. Тут, короче, как угодно. Да? Вот это новость. Х4. Король не в квадрате. Чистая победа. Слон Ф1. Такая ещё не чистая. Ладно, грязная. Слон... Флаг рубится. Не, они должны выиграть по позиции. Как-то. Должен быть выигрыш, наверное. Сложно сказать. Давайте, поанализируем тачпорт. Первый Ф4 надо поставить. Предположим, мы сделали нормальный ходность до этого. Так а что твое Ф4? Чтобы он не вскрылся. У короля не держит слона. Что тут, слон какой-то выстроен? Ну чёрные, допустим, играют в короле Ф1, туда-сюда ходят короли. Белые. Ну хорошо, белые ходят, мы поставили слон сюда. Окей. Что дальше? Наверное поставили ещё так. Окей. Ну и теперь... Согласили с ними? Нет. Теперь поставили слон сюда и побежали королём. Ничего не добьёмся. Ну надо как-то какой-то треугольник здесь сделать, чтобы он не разорвался. Ну, не получится, наверное. Так а в чём как-то? Ну, если ты всё равно ещё не добьешься. На короле надо наедать до 3-станет. Да. И никаких угрозностей. Король очень близок, плюс-2, это плохо. Да, видимо, H2 было большой ошибкой. H3 даже. Нам нужно... Надо было вместо ладелья 1 просто слонов взять. Ладно. В общем, мы срубили флаг. Всем спасибо за внимание.